Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тему сегодняшней передачи мы обозначили как «Страсти по собору». Посвящена она разрушенному в Вятке Александра Невскому собору и приурочена к большой дате – 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которая отмечалась 13 мая. Сегодня моим собеседником является Виктор Семенович Бакин, известный вятский журналист, член Союза писателей России, который много времени посвятил изучению истории Александра Невского собора. В результате в 2018 году была издана его книга «Собор святого Александра. Обетный храм земли Вятской». Кстати, Виктор Семенович является также лауреатом всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского. Тема Александра Невского собора для каждого ветчанина является особенной. Это скорбь по-лучшему из утраченных архитектурных памятников города и волнительная надежда на возможность его восстановления. Этот храм называли визитной карточкой города. В 1925 году его внесли в перечень охраняемых государством памятников архитектуры, что больше 10 лет спасало его от разрушения. Однако в 30-е годы вятка потеряла статус столицы губернии и вошла в состав Нижегородского края. Новые руководители, назначенные из Нижнего Новгорода, с утроенным рвением стали лоббировать вопрос о сносе собора. Сначала в Нижнем Новгороде, а потом в Москве, но вплоть до 1937 года получали отказы. Пока, наконец, тогдашний председатель области полкома Легконравов не пожаловался в ЦИК, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, что собор мешает возведению памятника Сергею Мироновичу Кирову. Это была ложь, но в ЦИК, наконец, разрешил снос собора. И в июне 1937 года он был взорван. В истории строительства и разрушения собора еще много неизвестного. Непонятно, зачем было взрывать лучшее архитектурное сооружение города. Многие храмы тогда просто закрывали и использовали под другие нужды. В случае с Александриневским собором его хотели приспособить под театр, под архив и даже под дворец физкультуры. Но в итоге уничтожили. Виктор Семенович, давайте начнем беседу с вопроса о том, почему вообще был построен этот величественный храм и назван в честь Александра Невского. Вообще-то известно, что в наших краях князь никогда не был. Князь действительно не был. И получалось так, что на Вятской земле до 1824 года не было первого лица государства. Впервые на Вятскую землю первое лицо государства, это царь Александр I, приехал в октябре 1824 года. Вот в честь приезда царя Вятское купечество и дал обет в честь этого знаменательного события, это действительно для Вятки очень памятные даты, памятного события, построить собор в честь святого Александра I, его святого, святого благоверного князя Александра Невского. — Понятно. Виктор Семенович, вот в названии вашей книги говорится, что Александра Невский собор обетный. То есть от слова обет, наверное, да? Что это значит? Что за обет и кто давал в отношении Александра Невского собора? — Ну, действительно, это вятское слово, обет, засулка. И сейчас, когда вятские крестоходцы ходят на реку Великую, в Великоретский крестный ход, то многие ходят по обету, да? Обет — значит, какое-то обещание. Был царь, был у нас в октябре 1824 года, и практически в это же время городской голова Иван Степанович Машковцев вместе с купцами дает обет о том, что в честь этого события в городе Вятки будет поставлен памятник приезду царю, а памятник — это храм в честь Александра I. — То есть это несколько человек вот эти купцы дали, да? — Да, это купцы дали. К сожалению, получилось так, что дали они этот обет, дали это слово практически сразу после отъезда от нас царя, но до конкретных дел долгое время не доходило, и уже вернулись к этому решению, к этому обету, к исполнению этого обета уже в 30-е годы. — Эти же люди или другие? — Получилось так, что, да, Иван Степанович Машковцев, который во время приезда царя, кстати, он давал бал, на котором был царь Александра I, потом его на посту городского головы сменяли другие люди, а потом получилось так, что снова Иван Степанович Машковцев, известный вятский купец, снова становится городским головой, и тут же вспоминается обет, и тут же начинаются конкретные дела о том, что слово своё вятским купцам и вятским жителям надо держать. — Ну, вообще, ведь постройка такого грандиозного сооружения, я знаю, что храм был, по-моему, высотой в 50 метров, и где-то огромных, в общем-то, размеров по тем временам, это очень дорого. На какие деньги тебе велось строительство? Не жили вот эти несколько купцов могли собрать эти какие-то, сколько, сто или двести тысяч, я не знаю точно, наверное, вы знаете, какие, огромные деньги. — Да, деньги были огромные, естественно, а одни купцы это дело не могли осилить. Поэтому всё шло поступательно, естественно, в этом деле принимали участие власти, губернские власти, городские власти. — При городской думе создаётся специальный комитет по строительству. Этот комитет для начала избирает нескольких купцов, которые занимаются сбором благотворительных приношений. Подключается епархия. Епархия подключает все свои приходы. И достаточно много в Живятке было ярмарок. И вот памятный момент, что вот на той хлебной площади, Семёновской площади, где сейчас находится филармония, в этом месте собирались построить храм. Там были хлебные ярмарки. И там уже буквально с первых дней стали устанавливать специальный шест. На этом шесте была кружка, кружка для пожертвований. И на кружке прямо золотыми литерами было написано «Специальная кружка для сбора пожертвований, для строительства Александра Невского собора». То есть начиналось всё вот с каких-то вот таких вот небольших дел. Действительно, очень многие жертвовали деньгами. Многие жертвовали кирпичом. Кто-то жертвовал известью. Кто-то жертвовал железом. Кто-то жертвовал бутовым камнем. То есть построить храм – дело непростое, и надо очень много материалов. И не обязательно люди могли или не позволяли им условия там, или какие-то причины жертвовать деньгами. Соответственно, они жертвовали тем, чем они могли пожертвовать. Кто-то даже жертвовал, насколько я знаю, вот когда я читал документы комитета по строительству, кто-то жертвовал даже свои лапти. Чем? Лапти. Лапти. Крестьянские лапти. Лаптями. Кто-то жертвовал, были такие случаи, кто-то жертвовал даже фату. Для чего? Для чего? Для чего вроде как бы такой вопрос. А комитет находил возможность вот эти необычные вещи, которые пожертвованы, их продать и получить определенную сумму, и эту сумму потом потратить на то, чтобы приобретать какие-то строительные материалы. Я вот, по-моему, у вас книги читал, интересный момент. Может быть, я ошибаюсь, купец Митягин был такой, да? Да. Вот он, кажется, квартиру или дом пожертвовал. Вы знаете, это особая история, потому что действительно, помимо того, что пожертвование было в виде строительных материалов, в виде денег, была семья купца Митягина, и они пожертвовали целый дом, двухэтажный, кирпичный дом, который, кстати, сейчас еще сохранился. Этот дом находится на углу улицы Преображенской и улицы, ну, по-современному, Володарского, по-старому Никитской, двухэтажный. Для чего пожертвовали они этот дом? Для того, чтобы можно было его сдавать в аренду. Дом вместе с надзорными постройками, там, колодцы, сарай и так далее. То есть сдавали какой-то семье в аренду, и вот эти деньги с аренды, они тоже шли на то, чтобы покупать какие-то строительные материалы. Очень много, кстати, было таких примеров, и сегодня тоже любопытный случай. Один вятский житель, ну, житель как бы не губернского города, а из губернии, решил пожертвовать несколько участков, которые занимали покусы. Для того, чтобы косить траву, траву продавать, и деньги в фонд строительства Александра Невского собора. Интересные наши предки, находчивые, очень любопытно было. Интересный момент, сказали, что вот купцы собрались и дали обед, решили. А епархия-то, что никого отношения к этому не имела? То есть, если бы купцы не дали обед, то и храма не было бы? Епархия принимала самое активное участие, даже комитет по стригосту. Интересует, кто первый-то зачинщик был за стрижек? Все-таки епархия решила или купцы решила? Все-таки купцы. И они уже шли к митрополиту и спросили? Да, естественно, церковная власть, естественно, оказывали всяческую поддержку. И со стороны вязкого руководства епархии шли специальные распоряжения по местам. И оттуда очень много приходило денег. Поэтому епархия не оставалась в стране. Епархия очень активное участие принимала в том, чтобы все-таки этот храм у нас был. Ну вот насколько на тот момент, ну, вятка, епархия были самостоятельные? То есть, вот нужно было согласовывать вообще строительство храма вот такого огромного с Москвой? Или это вот было местное такое решение? Нет, обязательно как бы все решения, которые тогда принимались на местах, они обязаны были быть согласованы со столицей. Ну, тогда Петербург, понятно, да? Поэтому даже когда губернатор Тюфяев, о котором, кстати, очень нелестно отзывался Герцен, это его была идея, да, все-таки как бы уже определяться с проектом Александра Невского собора, то проект выбирали из того каталога, который как бы был утвержден царем еще в 1823 году. То есть, для начала планировалось, что Александр Невский собор будет строиться по типовому проекту, который официально высочайше утвержден. Ну, давайте тогда мы к проекту перейдем. Вот существует расхожее мнение, я, во всяком случае, такое слышал, хотя понятно, что сейчас я знаю немножко другую информацию. Так вот, расхожее мнение, что проект Александра Невского собора в Вятке, созданный знаменитым архитектором Александром Витбергом, изначально предназначался для храма Христа Спасителя в Москве. Вот откуда такая информация? Почему вдруг? Ну, мне трудно судить, потому что, ну, это, конечно, естественно, не так. Дело в том, что Александр Витберг или по рождению Карл Магнус Витберг, он швед по образованию, он закончил Академию художеств, и, в принципе, он был живописным, да, но самостоятельно освоил архитектуру и самостоятельно подготовил проект храма Христа Спасителя, который изначально планировали строить в Москве на Воробьёвых горах, и храм, храм Христа Спасителя, он был трёхслойный, как бы, да, три яруса было у этого храма, вот, и каждый ярус соответствовал, как бы, там, своему понятию, значит, потому что Витберг относился к строительству храма и к проекту храма очень серьёзно и очень сложно, у неё была всегда концепция, и если посмотреть на проект храма Христа Спасителя Витберга и сравнить его с проектом Витберга Александреневского собора, то это, конечно, небо и земля, они абсолютно не похожи на, вот. Но в виде храма Христа Спасителя в Москве в Витбергске, он ведь не был осуществлён этот проект? Он не был осуществлён. А куда проект-то делся? Так и получилось, что когда первый камень на Воробьёвых горах храма Христа Спасителя по проекту Витберга заложили... А всё-таки по проекту Витберга заложили. Первый камень... Там ведь был конкурс, там много, по-моему, 20 проектов рассматривали. Проектов было очень много, но Витберг добился того, чтобы непосредственно царь Александр I познакомился с проектом Витберга, и проект Витберга царю понравился. И царь утвердил этот проект, и была назначена закладка первого камня именно на Воробьёвых горах. И это было в октябре 1817 года. И храм на Воробьёвых горах начинал строиться. И пока был жив царь Александр I, работы шли. Но в 1925 году в Таганроге умирает Александр I, на престол занимает Николай I, и отношение уже Николая I к Витбергу совсем другое. И очень скоро начинает комитет по строительству храма Христа Спасителя в Москве обвинять в казнократстве и так далее, и так далее. Как Витберг очутился у нас? Витберг к нам приехал в ссылку, потому что его и ещё несколько человек из комитета по строительству храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах были осуждены. И Витберг приехал к нам в 1935 году, а проект храма Александра Невский Витберг сделал только в 1938 году. После того, когда к нему обратились вятские губцы и представители комитета по строительству Александра Невского собора. То есть, собирали деньги, был проект изначально, который из общего каталога. То есть, подождите, вот царь приезжал в 1924 году, а до 1938 года даже проекта не было, да? Даже проекта не было. А можно чуть-чуть назад вернёмся? Вы интересную информацию сказали, но, по-моему, так сказать, не до конца её раскрыли. Ведь изначально это Витберг по рождению швед Карлом звали, да? Вдруг он становится Александром Лаврентьевичем, по-моему, или Леонтьевичем? Александр Лаврентьевич Швитберг, да. По рождению Витберг Карл Магнус. Швед по рождению. Но когда прошла закладка первого камня, храма Христа Спасителя, то буквально через несколько месяцев Витберг принимает православие, и его крёстным отцом, его восприемником становится царь Александр I. И Карл Магнус в честь своего восприемника, в честь царя Александра I, получает имя Александр. С этой поры Витберг Александр Лаврентьевич Витберг. Здорово. Ну, давайте вернёмся тогда к проекту нашего Александра Львенского собора. Ещё вот такую информацию слышал, правда, не помню, что почитал у вас её в книге, но слышать слышал, что, несмотря на свою бедность, Витберг вроде бы создал этот проект для Вятки бесплатно. Создавал, то есть он не взял гонорар за этот проект. Но, если это так, я не знаю, сейчас вы, наверное, скажете, почему он не взял гонорар? Ведь Витберг был в ссылке, ему было запрещено работать на государственной службе, во всяком случае, а где он как частник мог денег-то заработать? У него была семья, дети. На что существует? Знаете, вот на что существовал Витберг и его семья, для меня тоже большой секрет. Я, кстати, не нашёл информации, на что уже всё-таки жила его семья. Хотя есть информация о том, что у него были очень добрые отношения с губернатором Стюфяевым, и всё-таки семья губернатора помогала с сыльным, в частности, семье Витберга. Витберг действительно выполнил проект абсолютно бесплатно. Ну, может быть, потому что ему нельзя было брать деньги, значит, официально как-то работать. Но это ведь не государственная служба, это частные купцы могли заказывать. Ну, тем не менее, это же всё равно было под эгидой городской думы, комитет работал под эгидой городской думы. И всё равно, как бы, и что меня поражало, когда я ознакомился с документами комитета по строительству Александра Невского собора, там они собирались достаточно часто, они вели постоянные дневники, и в этих дневниках указывалось, что какая сумма пришла, или какое то, что пожертвовал, и куда деньги были потрачены. Вплоть до того, что там сколько надо платить сторожу, сколько надо платить водовозчику, вот, там, за уборку снега. Каждую копейку учитывалось очень строго, вот, и за каждую копейку спрашивали строго. Ясно. Ну, вот, я в начале передачи упомянул, что, в общем-то, Александр Невский собор – это шедевр, причём такой признанный не только в Вятке, а российского такого значения, и он даже был включён официально в советскую уже властью, в архитектурные памятники России, да? А вообще-то в чём архитектурная особенность собора? Почему его признали таким шедевром? Как вот вы считаете? Ну, вы знаете, наверное, ну, мне трудно судить, тут надо обратиться уже, наверное, к книгам архитекторов, они более раскладывают это. Вот Людмила Борисовна Безверхова, наш замечательный архитектор, много тоже об этом писала, рассказывала, потому что, ну, действительно, такого собора не было, и, как правило, очень много строилось вот по типовым проектам, да? А здесь всё-таки был оригинальный проект, вот, и он в чём-то напоминал Византию. Может быть, это я даже ищу. Ну, вот я встречал такое мнение, что собор представлял собой такую архитектуру, эклектику из разных, и готика, и Византия, и древнерусская что-то, и вроде бы как бы вот такого типа соборов до Вятского собора вообще не было на Руси, может быть, это как-то повлияло? Может быть, хотя вот если так посмотреть, то в чём-то, может быть, определенное сходство можно обнаружить между проектом Виттберга Александра Невского собора и проектом Константина Антона, по проекту которого построен храм Христа Спасителя в Москве, который был осуществлен. А может быть, отсюда есть мнение-то идёт, что... Может быть, может быть, но находясь в ссылке, Виттберг не знал и не мог знать, какой проект у Тона и по какому проекту возводят храм в Москве. Уже на новом месте, не на Воробьёвых горах. Понятно. Ну, чтобы так немножко с собором нам закончить, вот, Игорь Семенович, ну, Вы много читали, много написали про собор. Ну, наверное, у Вас есть какие-то свои любимые случаи из строительства собора жизни людей, может быть? Ну, хотя бы один какой-то такой яркий пример или два, если вспомните. Ну, Вы знаете, наверное, вот всегда интересно наблюдать и отслеживать, вот, просматривать эти вот журналы комитета по строительству, что же помимо денег, да, непосредственно там рублей, копеечек, что же помимо строительных материалов жертвовали на храм, да? Вот, ну, вот я говорю, что уже было такое пожертвование в виде фаты, которую продавали, значит, было пожертвование крестьянских лаптей. И что меня ещё поразило, один из сельских жителей пожертвовал двух лосей. То есть взрослые лоси. Живые. Живые, взрослые лоси. Вот, их потом, естественно, продали, и вот вырученные средства от них тоже пошли на строительство Александриневского собора. Интересно. То есть, понимаете, вот таких вот вещей, вот в памяти у меня, что кто-то пожертвовал больше ста штук яиц, а одна женщина пожертвовала даже верёвку для будущего колокола. Колока ещё не было, ещё здание не было построено, а какие-то... Я не говорю о том, что уже несли иконы, да, понятно, как бы, да, а тут принесла женщина и как бы передала и колку, и верёвку для будущего колокола. Тоже такое неожиданное такое пожертвование. Ну, не знаю, может быть вопрос, который вам пока это сложным, но известно, что центральный предел был, понятно, освещен в честь Александра Невского, а левый предел был освещен в честь князя Владимира, а правый в честь Георгия Пятоноса и Святой Анны. А почему вообще как вы тут... А вот это, знаете, интересно в чём? В том, что купец Митягин, он не только передал в дар двухэтажный дом кирпичный, который сдавали в аренду, то он через какое-то время сказал, что я беру на себя полное финансирование обустройства одного из пределов, то есть иконы, резьба, золочение, всё купец Митягин взял на свой счёт с одной единственной просьбой, чтобы этот предел был назван в честь Георгия Победоносца и Святой Анны, в честь имён его и его супруги. Ну, вот это интересный факт. Ещё тогда небольшой вопрос, перед тем, как мы уйдём на перерыв. Известно, что полы собора были сделаны из опоки, подсоветском, кукарка тогда была. Да, да, всё правильно. Рождение такой особый белый известняк, который хорошо поддаётся обработке. Правда ли, что отдельные фрагменты вот этого пола, который был в соборе, сохранились до нашего времени? И если это правда, я не знаю. Я, правда, не знаю. Я бы слышал такое. А где вообще можно увидеть? Я думал, что всё, растащили это в этой кирпичи. Ну, вы знаете, я, конечно, не ручаюсь за достоверность моего ответа, но мне рассказывали, что ещё в годы войны, первые годы после войны, там достаточно много было всевозможных камней, обломков кирпича, обломков опоки и так далее, и так далее. Даже находили там черепа. Что закрашивается непосредственно по опочтному камню, то, насколько мне рассказывали наши театралы, что при строительстве нашего драматического театра на театральной площади вот использовали некоторые материалы с разрушенного Александровневского собора. Возможно, это и опочтный камень. Понятно. Спасибо. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, а потом продолжим. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Мы беседуем с Виктором Семёновичем Бакиным, известным вятским журналистом, членом Союза писателей России, об истории разрушенного в вятке уникального архитектурного памятника, об Александровневском соборе, который многое время считался визитной карточкой города. И, собственно, этому собору сегодня и посвящена наша передача. Так вот, Виктор Семёнович, в 2008 году победителем телевизионного конкурса «Имя России» был признан святой благоверный князь Александр Невский, 800-летие которого мы нынче отмечаем. Но может ли быть главным героем России человека, личности которого нам в действительности-то мало что известно? Жизнь Александра Невского во многом мифологизирована, в том числе усилиями советской пропаганды, которая использовала его образ для подъёма патриотизма среди населения перед Великой Отечественной войной. В наше время вновь ведутся разговоры о необходимости восстановления вятки Александра Невского собора. Но что, если это очередная идеологическая задача? Так ли уж важно для нашего города восстановление Александра Невского собора? Ведь это обойдётся просто в какие-то гигантские суммы. Я боюсь, что это сотни миллионов рублей, если там не миллиард упрямо. Может быть, есть более насущные задачи? Ну, вот ваше мнение. Ну, вы знаете, задачи всегда есть, и были, и есть, и будут, наверное. Но в этом плане я бы хотел рассказать один эпизод. Ну, все мы бывали, наверное, в Москве в тот период, когда на месте Храма Христа Спасителя был бассейн Москва. В своё время я приехал в город Ижевск, и там был восстановлен Михайловский храм. Михайловский храм, который был построен по проекту нашего замечательного вязкого архитектора Ивана Павловича Чарушина. То есть, условно говоря... У ученика, кстати, в Витберге, да? Ну, не совсем как бы, да. То есть, нельзя, наверное, неправильно так говорить, но москвичам повезло, что на месте разрушенного Храма Христа Спасителя не был построен какой-то дом, там, какое-то серьёзное заведение. В Ижевске так и был пустырь. Когда храм снесли, Михайловский храм, то там был просто пустырь. И жителям города Ижевска проще было восстанавливать Михайловский храм. У нас Александр-Невский собор занимал место на, ну, так называемой Хлебной площади или Семёновской площади, да? Вот, где сейчас находится филармония. И вот однажды был такой эпизод. Я тогда приехал из Ижевска и работал в Государственном архиве Кировской области. И мы встретились там с Олегом Николаевичем Виноградовым, нашим известным, замечательным краеведом. И он увидел моё такое расстроенное лицо и сказал, что случилось, почему. Я ему рассказал, что я только что вернулся из Ижевска, что там жители этого города всё-таки нашли возможность и Михайловский храм восстановили. А у нас нельзя, потому что у нас мешает филармония. И тогда Олег Николаевич мне сказал такую фразу. Ничего страшного. Он в своё время был в Москве и видел, как в районе Пушкинской площади, в историческом месте Москвы передвигали старое здание. Соответственно, по проекту и по предположению Виноградова, здание филармонии можно спокойно передвинуть в сторону улицы Пролетарской. Никаких зданий там нет, там только у нас Гагаринский парк. Ничего там не мешает, кроме деревьев. Поэтому, в принципе, в принципе, Александр-Невский собор может быть восстановлен именно на своём историческом месте. А насчёт того, что восстанавливать, не восстанавливать, ну, для меня, по крайней мере, для меня, конечно, здесь вопроса нет. Конечно, надо восстанавливать. То есть, идеология тут ни при чём? Я не знаю. Я человек достаточно далёкий от идеологии. Я рассужу и так, как русский писатель, как православный человек. Ну, хорошо. Кстати, про филармонию, это вы упредили мой вопрос, я хотел его задать. А у меня тогда другой вопрос. А за чей счёт должно происходить восстановление? Собственно говоря, народ построил на народные деньги. Государство, ну, пусть советское, но государство всё равно разрушило. А теперь что, опеку народ должен восстанавливать? Или всё-таки государство как-то может признать свои ошибки, вину там? Вы знаете, я бы не стал искать виноватого в данном случае. Да, наверное, виноват и государство, и народ. Но всё-таки, вот если посмотреть на историю строительства Александровневского собора, всё-таки строили все миром. Строили. А мы сейчас говорим про восстановление. Ну, я бы не стал, как бы так уже говорить, что восстановление или строительство. Восстановление, да. Но я думаю, что всё равно восстанавливать. Всем миром. Всем миром. Понятно. Ну, восстановление храма, это в любом случае очень длительный процесс. Первый храм Александра Невского строился 25 лет. Я думаю, что второй, если миром будем строить, не меньше времени уйдёт. Но пока он не построен, должна ли быть увековечена память об Александре Невском в нашем городе? Ну, например, установлен памятник в его честь. Должна ли рядко сохранить память о нём? Если да, то почему? Потому что, опять-таки, повторюсь, сам Александр Невский в городе не был. Значит, храм в его честь построен, собственно, потому что пребывал здесь Александр I царь. А сейчас вот есть даже общество Александра Невского, которое как-то вот связывает между собой вот эти и храм, и имя Александра Невского, и считать, что памятник должен быть установлен. Ваше личное мнение? Вы знаете, мое личное мнение, вот лично мне в Вятке не хватает, пожалуй, двух памятников, двух памятникам великим святым. Первый святой это великий благоверный князь Александр Невский, и второй великий святой это Николаевичу дотворец. А где вот памятники Николаевичу Турцию? Ну, я вот в мире знаю, в Турции. Ну, почему? Памятников очень много у нас. И есть и у нас на территории России замечательный памятник и в честь Николая Чудотворца есть. Ну, ладно, Николая Чудотворца я понимаю. Это все-таки великорецкий крестный ход, и здесь у нас это, наверное, самая большая святыня на Вятке, это этот ход сам по себе. А поэтому памятник уместен. Александр Невский причем? Ну, это же народный герой, народный... Если немножко так утрируя сказать, да, то Николай Чудотворец, Николай Великорецкий это все-таки как бы освещает Вятскую землю, да, то Александр Невский освещает всю Россию. Понятно. Ну, у нас передача заканчивается постепенно. Если вы хотите что-то, так сказать, сказать в конце передачи, какой-то итог подвести, то, пожалуйста. Я хочу сказать только о том, что Битберг, когда строил свой храм, он говорил о том, что не храм я хочу воздвигнуть, а молитву Бог. Вот с такими словами он и занимался проектом Александр Невского собора. Вот с такими словами мы должны восстанавливать его. Понятно. Ну, в конце программы я, наверное, тоже подведу определенный итог. Мне было очень интересно готовиться к этой передаче. Я прочитал массу литературы, в частности, перечитал вашу книгу, которая была написана еще три года назад. И она ведь стала лауреатом, да, какой-то премии. Да, я достаточно много премий за него получил. Одна из премий это специальный диплом международного фестиваля «Золотой Витязь», который проходит под руководством замечательного актера Николая Брулеева. Напомню, что книгу, которую я сейчас держу в руках и рекомендую нашим слушателям, написал Виктор Семенович Бакин, называется она собор Святого Александра, обетный храм Земли Вятской. Ну, вот это во-первых. Во-вторых, хочу высказать и личное мнение. Храм, на мой взгляд, безусловно, должен быть восстановлен. Причем, вне зависимости от причин, по которым его строили наши предки. И я бы даже сказал, что вне зависимости от религиозных причин, вот в чем дело-то. Мы не должны стать Иванами, не помнящими родства. Александр Невский собор, вероятно, был, и я надеюсь, будет самое красивое и величественное сооружение, когда-либо существовавшее в нашем городе. В России вообще существовала традиция, согласно которой, на месте разрушенного по каким-то причинам храма, его следовало восстановить при первой же возможности. Поэтому это наша просто обязанность. А пока собор не восстановлен, память о народном герое необходимо увековечить памятником, который должен стоять на площади перед филармонией как напоминание не только о благоверном князе Александре Невском, но и о разрушенном соборе, названном его честь. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Спасибо, всего доброго. Ума-балата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова